МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Расскажем во всем подробно. Запас лекарств для льготных категорий граждан в регионах России сформирован почти на полгода вперед. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Для льготных категорий граждан у нас в регионах запас составляет больше 5,5 месяцев. И мы авансируем, в том числе, закупку, пояснил министр. Ранее Мурашко сообщал, что в медицинских организациях по системе ОМС сформирован запас лекарств минимум на 3 месяца, для льготников не менее 5. Спрос на ряд препаратов уже спал, о чем свидетельствуют данные оптовых поставщиков. Чтобы облегчить обращение зарубежных лекарств, президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий порядок их доступа на российский рынок. Он предполагает, что до конца этого года иностранные медицинские изделия лекарства смогут продавать в России в родной упаковке с этикеткой на русском языке, в то время как ранее требовалось, чтобы лекарства были расфасованы только в российской упаковке. В случае, если аптеке понадобится дополнительный объем лекарств, оптовики не смогут отказать им при наличии запаса. Вакцина от ковида для подростков «Спутник М» поступила в детскую поликлинику. Привезли пока 100 доз. В первую неделю прививку сделали 26 человек. Как организована вакцинация, расскажем в следующем репортаже. Детская смертность от ковида в мире 0,005%. Это 50 погибших детей на миллион заболевших. Количество тяжелоболеющих, которых нужно лечить в больнице, в 100 раз больше. Кроме того, у части детей развиваются постковидные последствия. От ковида нет лекарства, но есть прививка, которая помогает защитить от тяжелых последствий. 24 ноября зарегистрирована первой в России детская вакцина от коронавируса. В марте препарат поступил в нашу больницу. У нас вакцина «Дамковид-фак» «Спутник М». Информацию сначала поступают в школу через медсестру. Медсестра все говорит деткам. Дети прививаются с возраста 12 лет до 17 включительно. Медсестра передает родителям информацию о вакцинации. Далее родители уже сами записывают ребенка на прививку через портал пациента и обязательно вместе с ним приходят на процедуру. В поликлинике ребенка осматривает врач, измеряет температуру, сатурацию, давление, смотрит горло, слушает фонендоскопом. Кроме того, доктор дает пациенту и родителю полную информацию о вакцине. Идем в прививочный кабинет. Там все это делает. Медсестра делает в прививочном кабинете прививку. И дает им памятку тоже. Рассказывает, какая вакцина и когда будет очередная вакцинация. Потому что она двукратная. Спутник М создан на платформе вакцины ГАМ-КОВИД-ВАКС, спутник ВИИ. Но дозировка у него уменьшена в пять раз. М в названии означает «для маленьких». Как и у прививки для взрослых, у препарата для детей есть ряд противопоказаний. У кого есть аллергические реакции, предыдущие прививки были с тяжелыми какими-то ослаждениями, и то не мы решаем, а комиссионно направляем на прививочную комиссию, там уже ребенка отводим. В первую неделю прививочной кампании первую дозу вакцины получили 26 подростков. Юле 14 лет. Решение сделать прививку она приняла сама. Родители ее поддержали. Я переболела, мне не понравилось. Я решила сделать прививку, чтобы больше не болеть. У каждого подростка, пришедшего на вакцинацию, свои причины. У Антона ковидом болела мама. Болезнь протекала долго и достаточно тяжело. Повторение истории молодой человек не хочет. Прививку сделали как-то чувствуете? Нормально. Прививка не больно. Как обычная. Только меньше объем. Это было ваше решение или родители настоящие? Мое. Это мое личное решение. После прививки пациентов просят полчаса посидеть. Медики наблюдают за их состоянием. На следующий день здоровье ребенка контролирует школьная медсестра. Сильных побочных явлений за время вакцинации не выявили. Все у нас, слава богу, штатно проходит. Дети реагируют на эту прививку хорошо. То есть у крайне малого количества детей отмечалось повышение температуры, которое держалось буквально полдня, и дальше температура проходила. То есть даже учебный процесс был в полном мере. Либо кто-то один день пропустил, и это допустимо. Как говорит Марина Алексина, проблем с поставкой вакцины не будет. Препараты закажут столько, сколько нужно. Главное – это желание пациентов и их родителей защититься от коварной болезни. Дефицита офисной бумаги в России не будет. Поставки стабилизируют в ближайшее время, сообщает Минпромторг. Из-за санкции и логистических проблем с доставкой импортных химикатов на одном из крупнейших комбинатов провели перестройку технологического процесса и нашли новое решение для производства. Минпромторг. Россия ожидает стабилизации поставок бумаги к апрелю. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Оплатить счета станет проще. В ГИС ЖКХ планируют запустить удобные механизмы платежей за коммунальные услуги голосования обратной связи. Об этом рассказал замминистра строительства и ЖКХ Константин Михайлик. Новая система позволит жителям домов поддерживать постоянный диалог с управляющими компаниями, которые обслуживают их дома и с ресурсоснабжающими организациями. У нас появляется инструмент сказать о нашем недовольстве или передать дельные предложения. Своеобразная система обратной связи. Именно на это будут заточены основные схемы доработки ГИС ЖКХ, рассказал Михайлик. Эпидемия коронавируса в России не закончилась. В регионах, где ковид-ограничения слишком ослаблены, заболеваемость растет. Об этом заявила в понедельник руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. «Хочу сказать, что ничто еще не закончило ситуацию, локализованной и завершенной сегодня считать нельзя. И каждый раз, когда где-то значимо для этой инфекции ослабляются меры, мы видим дальнейший рост», сказала Попова на ежегодном Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням имени Академика Покровского. В целом по стране коэффициент распространения 0,9, но по ряду субъектов уже 1,3 и 1,4. По словам Попова, система управления, которая была выстроена в стране от президента, который контролировал все лично, до систем во всех субъектах, позволила управлять ситуацией во время пандемии коронавируса. Осторожно, мошенники на адреса электронной почты жителей региона стали поступать письма от имени налоговой, которые ведомство не рассылало, сообщает Управление ФНС России по Нижегородской области. В своих рассылках злоумышленники направляют налогоплательщикам оповещение о задолженности с требованиями срочно ее оплатить. Подозрительные письма рекомендуют не открывать и не запускать приложенные к письму файлы, а также своевременно обновлять антивирусные базы и операционную систему. В России начинается сезон активности клещей. Иксодовые клещи переносят смертельно опасную для питомцев болезнь – пироплазмоз. В Сарове уже зарегистрирован первый случай заболевания у животных. Как защитить своего питомца, расскажем далее. С наступлением теплой погоды просыпаются клещи. Они опасны не только для человека, но и для животных. Искодовые клещи переносят смертельно опасную для питомцев болезнь – пироплазмоз. Первый в этом году случай заболевания уже зарегистрировали в Сарове. Болеют пероплазмозом собаки всех пород и возрастов. Более восприимчивые и тяжелее болеют щенки, молодые и породистые животные. Если питомец своевременно не получит специфического лечения, он погибает в течение 4-5 дней с момента первых клинических признаков. Поэтому внимательно следите за поведением своего любимца, чтобы вовремя обнаружить заражение. В первую очередь у животных изменяется активность. Оно становится более вялое, хуже кушать. Потом моча приобретает более темный цвет до цвета темного пива. В этот момент поднимается температура, может подниматься температура до 40 градусов. И появляется уже основной симптом – кровавая моча. Чтобы избежать заражения пероплазмозом, с наступлением тепла нужно тщательнее готовиться к прогулкам с собакой. От укусов клещей животные защитят специальные средства, которые можно купить в ветклиниках. Для профилактики необходимо своих животных защищать либо капли на холку, либо специализированные таблетки, либо спреи. После каждой прогулки желательно животное осматривать. Можно прочёсывать мелким гребешком. Профилактика пероплазмоза, как говорится, она очень важна, потому что защититься от него легче, чем потом лечить само заболевание или осложнение, что чаще всего бывает. Если собака заболела пероплазмозом, её необходимо срочно отвезти к врачу. Болезнь надо лечить в клинике. Питомцу в любой момент могут понадобиться капельницы переливания крови. Лечение пероплазмоза в домашних условиях допускается, если нет возможности оставить питомца в больнице или он выздоравливает. В этом случае врач должен лично наблюдать за животным и всегда быть на связи. Мошенники оформили на Саровчанку кредит в размере 423 тысяч рублей. Злоумышленник представился сотрудником банка и предложил обезопасить личный кабинет женщины. С 5 по 7 февраля она передавала им все коды, которые приходили в СМС-сообщениях. Спустя несколько недель узнала о крупном долге и отправилась в полицию. Чем ещё запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем далее. Саровчанка перевела на счета мошенников 1 миллион 330 тысяч рублей. Схема обмана уже знакома многим. Злоумышленник позвонил потерпевший, представился сотрудником службы безопасности и предложил дополнительную защиту для сбережений. Доверчивая женщина перевела по 350 тысяч на 4 разных счёта. 23 марта в дежурную часть поступило заявление о краже из магазина элитного алкоголя на сумму 6700 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». После проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних была установлена причастность состоящего на профилактическом учёте несовершеннолетнего жителя города Саров 2005 года рождения. Данный гражданин был задержан. В отношении его выбраны меры процессуального воздействия, обязательства явки. На минувшей неделе сотрудники ГАИ зафиксировали три ДТП с пострадавшими. 23 марта водитель автомобиля «Лада Веста» сбил пешехода у дома «Ленина-37». Пострадавший переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП он потянул связки левой стопы. После осмотра врач отпустил пострадавшего домой. Второе ДТП произошло в тот же день на проспекте Музруково. Там произошло столкновение трёх автомобилей. По вызову участников ДТП туда выезжает скорая помощь, осматривает участников дорожного транспортного происшествия и одному из участников ставит диагноз в виде острой психогенной реакции на стресс. То есть по факту телесных повреждений участник не получил. На следующий день на Октябрьском проспекте водитель ВАЗа не уступил дорогу встречному авто. В результате ДТП пассажир «Хонды Цивик» получила телесные повреждения в виде ушиба лучезапясного сустава. Что касается нашей надзорной деятельности, было выявлено 137 нарушений правил дорожного движения. Четыре водителя за неделю было задержано в состоянии алкогольного пенения. Все они были задержаны в минувшие выходные. Три водителя были задержаны за нарушение правил проезда пешеходных переходов. Четыре пешехода было оштрафовано. Также за прошедшую неделю в городе зафиксировали восемь ДТП с материальным ущербом. Борьба за титул чемпиона области. В минувшие выходные Саров принял в своем льду хоккейный клуб «Старт» из Таншаева в рамках финальной серии игр чемпионата Нижегородской области. Чем закончилась встреча, расскажем далее. Стихли последние аккорды гимна, судья вбрасывает шайбу и игра начинается. С первых минут матча соперники из Таншаева дают понять, что приехали за победой. Играет старт преимущественно в контратаке. И к середине периода гости открывают счет под оглушительную тишину трибун. Отыграться к концу периода Сарова так и не удается, однако на боевом духе наших болельщиков это никак не сказалось. Мы, конечно, очень переживаем за нашу команду, надеемся, что победа будет за нами. И наши ребята, они молодцы, они соберутся. И сейчас для болельщиков они сделают самую хорошую игру. Очень хорошая игра, я желаю самых лучших голов, побед, чтобы все получалось. Мы очень за них переживаем, болеем, надеемся, все у них получится во втором и в третьем периоде. Игра очень напряженная, команды достойные друг друга. Надеемся на нашу победу. Саров, вперед! У нас все будет хорошо, мы обязательно победим, весь город пришел их поддерживать. Мы в них верим, мы в вас верим, мальчики. Игра не была щедрой на забитые шайбы, однако держала трибуны в напряжении до последней секунды. Второй период уже подходил к концу, а счет на табло оставался без изменений. 0-1 в пользу гостей. Сравнял его Константин Поляков, отправив шайбу в ворота противника за две минуты до перерыва. Трибуны буквально взорвались овациями. Каждый период равная борьба. В первом маленько упустили, то, что гол пропустили, маленько расслабились. Но потом парни, особенно старшие, старшее поколение нашей команды нас подзавело. Трибуны тоже заводили, гнали вперед. Ну и второй период, и третий также с равной борьбой. И где-то нам больше повезло, где-то мы больше попали. Но по мне так у нас моментов было больше. Им очень помогал вратарь. Работу вратарей позднее в комментариях многие подписчики назовут виртуозной. На протяжении всего третьего периода они успешно отбивали все атаки противника. Ни одной команде так и не удалось попасть в ворота. Основное время игры закончилось ничьей. Победный гол наш игрок Денис Китаев забил уже на седьмой минуте овертайма. Это была самая валидольная игра за весь чемпионат, рассказал Аркадий Шаплин. Станшаев всегда принципиальный и сильный соперник, с которым с ним играть интересно. Всегда идем назря в наздрю, в одну-две шайбы, что у них на выезде, что у нас домино, особенно в этом сезоне. Но сегодня удача повышенная на нашей стороне была. Смогли, победили, трибуну помогали. Трибуну – шестой полевой игрок. Поэтому, в общем, усилиями добились победы. Противник в борьбе за первое место Сарову достался непростой. Команда старта Станшаева трижды становилась чемпионом области. А потому борьба за победу обещает быть напряженной. Второй матч финальной серии игр Саров проведет на выезде. В следующую субботу наши хоккеисты поедут в Таншаево. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Апенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!